Здравствуйте все кто нас смотрит в эфире очередной выпуск дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. Я ведущий этих заседаний, меня зовут Юрий Алаев и мы с вами сегодня встречаемся, можно сказать, уже в канун нового года, в канун наступления нового года, сегодня 16 декабря, а следующая неделя пролетит, там уже будет не до подведения итогов, поэтому мы решили это сделать чуть-чуть, может быть, на недельку пораньше. Тем более, что этим подведением уже многие занялись агентства, специализированные институты, вал публикаций, не будем отставать. Ну и, конечно, немножко поговорим о том, как мы пройдем в следующий год, каким он будет вот после этого супервисокосного 2020 года. В качестве экспертов сегодня у нас проректор по научной деятельности Казанского федерального университета, доктор геолого-минералогических наук, профессор и одновременно директор института геологии и нефтегазовых технологий Данис Карлович Нургалеев. Хорошо уже нам знакомый по нескольким предыдущим заседаниям дискуссионного клуба Марат Рашид Сафиуллин, тоже доктор наук, только экономических. Он проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета. И представитель новой волны будущего экономик, будущего интеллекта, искусственного и так далее. Михаил Михайлович Абрамский, директор высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ, кандидат технических наук. У него все еще впереди. Позволь я себе так сказать, что у вас все еще впереди, вы не возражаете? Это наши эксперты. И сегодня у нас мы будем с вами, коллеги, давайте договоримся, что мы при всем при том будем историческими оптимистами. Постараемся быть по крайней мере. Реалисты или оптимисты? Марат Рашидович, это вот сейчас, когда начнете говорить, я думаю, те, кто нас смотрит, поймут. Но у нас есть сегодня записной пессимист или, как в таких случаях принято говорить, адвокат дьявола. В этой роли сегодня, не всегда, я хочу это подчеркнуть. В принципе, он тоже оптимистически настроен. Это экономический журналист Альберт Бигбов. Альберт, спасибо, что пришел вовремя, в маске. Все прекрасно. Ну и давайте, пожалуй, начнем. Если нет возражений, давайте от общего к частному. Глобальная ситуация, российская ситуация, татарстанская ситуация. Есть общие черты, есть некоторые отличия, это понятно. И начать я, как для затравки, я хотел бы, я не сомневаюсь, что вы все уже знакомы с этим исследованием. Каждый год в декабре есть такой датский банк, Саксо Банк. Он публикует порцию страшилок. В свое время, по-видимому, там был совершенно гениальный пиарщик, банк небольшой. Но вот благодаря этим прогнозам ежегодным, он в декабре у всех на слуху. И Саксо Банк выдал очередной апокалиптический прогноз, судя, если ему верить, если верить прогнозу аналитиков Саксо Банка, то результатом падемии уже в следующем году станет чуть ли не исчезновение некоторых мегаполисов, уход людей в какие-то там резервации и так далее, и так далее, и так далее. Насколько, обращаюсь ко всем, я не знаю. Все-таки, наверное, мы начнем с экономики, Марат Рашидович. Представляет науку, а начинает с экономики. Нет, нет, нет. Экономика тоже наука, хотя некоторые с этим спорят, но вы-то же не будете с этим спорить. Это же тоже наука гуманитарная. Как раз с экономикой никто не спорит. Потому что спорить с экономикой всегда себе дороже. А вы сейчас о чем? О заморозке цен на подсолнечное масло и сахар? Обо всем. Обо всем сразу. Хорошо. Тем не менее, вот, Марат Рашидович, с вашей точки зрения, я нисколько не сомневаюсь, что вы следите за ситуацией, как принято говорить, такими грубыми мазками. Вот как бы вы оценили, вот как прошел этот год, как он завершается? Ну, понятно, что он по всем ударил, но ударил-то по-разному. Если вот сопоставить, например, США, Евросоюз и Россию. Как бы вы охарактеризовали эти итоги? Большое спасибо за приглашение и за участие. Очень важно посмотреть, выделить основные тренды. Действительно, это, ну, как вам сказать, никто не мог прогнозировать это явление, хотя многие об этом говорили и, ну, скажем, пугали нас этими вещами. Но реальный стресс-тест, он оказался намного более драматичным. Самая большая проблема, которую необходимо было решить государственному обществу, это вот как раз дилемма между медициной и экономикой. То есть выбор сохранить население, но при этом остановить основные экономические процессы и, ну, скажем так, попасть под угрозу экономического спада, экономического штопора и тотальной бедности. И вот все государства, они пытались лавировать и балансировать. И все-таки, если посмотреть, несмотря на то, что ряд государств, они объявили второй раз, это локдаун, все равно экономика предобладает. То есть хочу сказать, что, видимо, вот возникает такой новый термин, новая нормальность. И мы должны приспособиться и в первую очередь развивать наши экономические и социальные процессы в условиях вот такой неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Действительно, стресс-тест, он сильно трансформировал все. То есть не только общественные отношения из-за изоляции, но и структуру экономики. То есть и те процессы, которые мы прогнозировали от цифровизации, думали, что она будет идти постепенно, она кардинально, то есть она буквально ворвалась. И фактически, вы знаете, сейчас это, наверное, становится одним из основных каналов и продаж, и основным инструментом экономического развития. Товаропроизводящий инструмент такой, да? Но нет, конечно. Наверное, вы знаете, он полностью трансформировал маркетинг и все технологии, связанные с продвижением товара. Потом, что очень, ну, хочу сказать, что вот, ну, скажем, неблагоприятно, то есть вот очень много недобросовестных отраслей, в первую очередь, фармацевтика постарались извлечь максимальные выгоды вот в ущерб здоровью населения, в ущерб, ну, скажем, и экономическим процессам. То есть вы видите, то есть в первую очередь подскочили они цены производителей. То есть понимая, что, скажем, в обществе есть большой интерес, большой резонанс, соответственно, те, скажем, даже массовые препараты, которые, ну, скажем, особо не влияют. Заменитый орбидол, да, например? Совершенно верно. То есть здесь, понимаете, средства массовой информации, они большой, скажем, нагнали стресс, и население начало массово скупать. И, к сожалению, то есть из-за того, что, ну, отсутствовали некоторые демпфирующие вещи, то есть в этом плане, ну, скажем, первая волна, вот она, это подстегнуло производственные цены, и в дальнейшем это потихонечку пошло волной. Мы помним, мы помним, извините, что вторгаюсь, мы помним ведь весенние скачки до трех, трех с половиной тысяч рублей на эти корень. Имбирь, да, имбирь, потом еще что-то, потом. Все это было, конечно, это в каком-то смысле продукт или производное от паники, да, от того, что столкнулись неизвестно с чем. И это как раз вот средства массовой информации, то есть это, нет, 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 я хотел другое сказать. О том, вот есть такой феномен фейк-ньюс, понимаете, то есть вот, и более того, ряд товаропроизводителей для того, чтобы стимулировать свои продажи, начинает использовать этот инструмент вот для... Ну, смотрите, вот что получается, вы заметили сейчас вскользь, что изменилась структура экономики, но так или иначе вот эта вот пандемия, этот стресс-тест, как вы выразились, он ударил по всем. И вот мы до начала, до эфира, здание сказал, чем тут пока был, пять минут времени, перекинулись парой там фраз по этому поводу. Получается, что, вот я говорил США, Евросоюз, Россия, вот мы сопоставляем. Что такое США, да? Ну, крупнейшая, мощнейшая экономика, отлаженные институты, многовековое там, все, 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 все работает. Ну, здравоохранение у них, конечно, по сравнению, скажем, там с Израилем, Германией и так далее, не очень может быть, да и Францией тоже. Но, тем не менее, Евросоюз, да, мы про нашу медицину в России что думаем? Если что-то серьезное, как-то там уже все, куда нужно? На операцию, на лечение в Израиль, Германию, Швейцарию, это первое, что приходит на ум. Там все это прекрасно. А теперь мы подходим к концу года, это, собственно говоря, и по первой волне было видно, да, и сейчас ничего не изменилось. И вдруг мы обнаруживаем, что те государства, которые, казалось бы, априори, вот продвинутые, продвинутые, да, они пострадают, их экономики в первую очередь, да и по человеческим потерям. Ведь неделю назад, по-моему, тот же институт Хопкинса, который постоянно дает эти свои там анализы и прогнозы по пандемии, заболевшие, умершие, выздоровевшие и так далее. Он сообщил, что потери США в результате пандемии, я не говорю, что вот все от коронавируса умерли, вообще в результате пандемии, превысили потери США, боевые потери, тут важно понимать, еще были другие, боевые потери США за весь период Второй мировой войны, в которых Соединенные Штаты участвовали, худо-бедно, да, там, начиная с 44-го года. Сегодня свежее сообщение, с утра информагентство разносит по России. Мы таки умудрились, с огромным минусом, но все-таки мы без рекорда не обошлись, мы без этого не можем, нам обязательно нужно какой-то рекорд поставить. Вот сегодня пришло сообщение, Россия поставила рекорд десятилетки по количеству смертей, вызванных коронавирусом. Коронавирусом, его последствиями, ну, по-видимому, вот так как-то считается. Я, правда, когда это увидел, сначала опечалился, а потом подумал, так, минутку, рекорд за 10 лет, значит, в 2010-м у нас уже была такая смертность, когда не было никакого коронавируса. И вот когда все это видишь, да, и начинаешь сопоставлять, начинаешь невольно думать, а так ли все плохо? Так ли все плохо с устройством власти и институтов развития в России? Если нам говорят МУДИС, МВФ, ну, про наших прогнозистов, которые по должности должны быть оптимисты, я уж молчу, но нам иностранные наблюдатели, иностранные аналитики говорят, что в России падение ВВП по итогам 2020 года, ну, по-разному называют, да, вы знаете, конечно, эти оценки, 4-5 процентов. Китай в плюсе. Получается, что авторитарные или условно авторитарные режимы выиграли, продвинутые проиграли. Нет. Нет? Совершенно не так. Да, давайте. То есть ведь самый главный вопрос, вот, на который нужно ответить после вот вашей постановки задачи, кто будет оплачивать эти потери? Поскольку Соединенные Штаты самый главный ментент главного средства обращения доллара и Евросоюз Евро, то, по большому счету, у них есть очень надежный и эффективный канал и оздоровления, и стимулирования экономики, и самое главное, списание этих потерь. Вот в чем вопрос. Так, мы, Маран Расимович, мы, конечно, сейчас можем туда так сильно углубиться. Зачем углубиться? Это вот и есть самый главный момент. А вот для таких экономик, как наша, в этом плане нет, скажем, института или организации, куда мы могли бы перенести свои издержки. И хочу сказать, что в этом плане, вот что нас спасло, то есть у нас были тучные годы, и мы сформировали некоторую подушку безопасности. Но, который, вот, хочу сказать, сейчас есть вот хорошие показатели по росту стоимости нефти, от которой мы очень сильно зависим. И, если такая тенденция, то есть это два хороших обстоятельства. Во-первых, рост нефти, это всегда предсказывает будущий рост экономики, потому что спрос на ресурсы, он как бы идет перед промышленным ростом и перед экономическим ростом. И второй момент, это тот фактор, который является системообразующим с точки зрения формирования бюджета в нашей стране. О нефти, Данис Кавлович. Да. Это Альберт хотел покритиковать. Альберт, как адвокат Герой. Давай, давай, первый вопрос. Вдогонку, уважаемый Марат Рашидович, вот вы упомянули денежную подушку. Что вот в России такая вот у нас денежная подушка, и мы надрываемся, сколько лет формируем, накачиваем эту кубышку. Она у нас уже 13 триллионов, если в рублевой оценке. А тем не менее, мы потратили на спасение экономики, на антикризисные меры, гораздо меньше, чем все более-менее приличные страны. То есть это у нас выражается где-то цифра около 2% от ВВП. И зачем мы ее бережем, эту подушку, раз мы такие умные, мудрые, боимся ее достать, выпотрошить, кинуть на нашу экономику, помочь всем сражущим. Спасибо. Это очень хороший вопрос. Вы знаете, ведь надо уметь распоряжаться деньгами. К сожалению, вот за и тучные годы, и посттучные годы, вот за эти 20 лет у нас, кроме увеличения государственного сектора, то есть умение распорядиться деньгами так и не пришло. И действительно есть соблазн, то есть залить, у нас есть деньги, залить экономику деньгами. И вы прекрасно представляете, если их бесконтрольно сейчас дать, да, краткосрочный эффект получим. Но из-за того, что у нас экономика, она замкнута, то в этом случае это только подстегнет общий масштаб цен. И мы получим еще большие социально-экономические проблемы. Вот какая права, это самая главная задача. Спасибо за уточнение, спасибо, Альберт, за вопрос. Вообще, конечно, вот я сейчас слушал вопрос-ответ. Ну, две ремарки. Во-первых, мы помним, конечно, кризис 2008-2009 года, когда российские власти, правительство пошло именно по этому пути. У нас было много денег, и мы просто залили деньгами этот кризис. И уже там в 2010 году пошли, то есть реанимировали или гальванизировали, да, экономику. Но вообще сама по себе идеология, я многократно на разных площадках по этому поводу уже высказывался. Могу только повторить, вот со времен Кудрина, когда он был министром финансов, меня это так умиляло. Сначала, конечно, бесило, потом просто стал умилять, потому что ну что делать, ну только умилиться. Это вот идеология жизни от кризиса до кризиса. Понимаете, какая, да, Марат Рашидович? Вот у нас тучные годы, да, 7 тучных лет, потом будет 7 тощих лет и так далее. Что мы делаем в эти тучные годы? У нас есть дилемма. У нас, я имею в виду власти, у государства, у государственных институтов. Воспользоваться тем, что годы тучные, нефть, вы помните, что происходило в первой половине нуля? Более 100 долларов, да. Больше 100 долларов, в моменте до 120 долларов за баррель. Да, и у нас дилемма. Или мы, воспользоваться тем, что у нас такая конъюнктура бешеная нам прет, начинаем интенсивно, значит, развивать какие-то структуры, да, новые отрасли, отрасли такие вот, которые, ну вот, становые назовем их, да. Мы же станкостроение убили, к чертовой мать. И приборостроение. И приборостроение убили. И авиастроение. И авиастроение убили. Мы все, я недавно с удивлением узнал, что мы в водородных технологиях на мировом уровне. Думаю, боже мой, как сохранили школу, как сохранили. Это вот надо просто помолиться этим людям. Так вот, у нас был выбор. Либо, воспользовавшись тучными годами, вложиться, получив отдачу по завершению цикла, да, инвестиционного. В каких-то отраслях 5 лет, в каких-то 10, по-разному, да, где-то и 15 лет не хватает. Либо, либо думать, а эти тучные годы пройдут, нам надо накопить подошку безопасности. Мы пошли по второму пути. Мы от кризиса к кризису идем по одному и тому же пути, чтобы не сказать по одним и тем же граблям. Мы в тучные годы, вместо того, чтобы интенсифицировать вложения, инвестиционные вложения, да, вот не раздачу вот такие-то, а именно инвестирование, мы создаем подошку безопасности, ожидая кризиса. Ну, кризис, естественно, приходит. Тогда мы ее тратим. Нет, на самом деле все намного хуже в этот раз. Потому что, если посмотреть по сути, мы деньги немножко тратили. Но мы тратили на то, чтобы увеличить долю государственного сектора. Вы знаете, самым главным двигателем экономики является конкуренция и конкурентоспособность. И вот за этот период мы очень сильно сдали. Доля государственного сектора за последние только 7 лет, она увеличилась вдвое. Это означает, что кратно уменьшилась и конкурентоспособность. Да, мы заливаем, то есть получается, что мы конвертируем эти деньги в поддержку наших убыточных производств, а не создаем что-то новое. Понимаете, и создание государственных крупных корпораций, да, вроде бы это консолидирует, увеличивает их там международное позиционирование, общий потенциал. Но они подавляют малые и средние и другие новые перспективные предприятия, высокотехнологичные, которые рождаются. Ну, стартапов нет, да, почти нет. Мы об этом чуть попозже поговорим, Михаил Михайлович. О нефти. У нас стучные годы прошли, у нас пандемия. У государства, у правительства, у Минфина, да, кончились денежки. Минфин пришел через премьера, через президента к нефтяникам. Сказал, ребята, а вы ведь еще неплохо живете, а давайте-ка мы от вас откусим. И Лукойл, и Татнефть, две компании, которые в результате этого откусывания пострадали больше всех, насколько я понимаю, потому что они лишились льгот, которые у них были. Вот сейчас мы прямо возвращаемся к тому, что Марат Рашид сказал. У них были льготы по разработке месторождений, так называемых, у меня поправится, да, трудноизвлекаемой нефти. Да, 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 ашальчинская, если говорить. Ну, азиатская нефть, тяжелая нефть. Да, 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 сейчас мы подробнее об этом расскажем. И вот у нас это, у Татнефти конкретно, а Татнефть это кормилица вообще-то республики, да? Марат Рашид, сколько процентов доходов? 30-40 дает? Да, это чуть более 30. Чуть больше 30 процентов. Ну, в той или иной мере, потому что она еще поддерживает сопредельную отрасль. Ну, да, да, да. Совершенно верно. Вот треть доходов Татарстана, это теми или иными способами, это Татнефть. Но в 90-е это было 60, я хочу сказать. У нас растут не нефтяные доходы, мы знаем. Так у нас и в России растут доли не нефтяных доходов. Владимир Владимирович об этом многократно говорил, я ему верю. Да и статистика не врет. Правда ведь? Возвращаясь к этому, вот что, куда попал Татнефть? Значит, что по трудноизвлекаемым, то есть по наиболее технологически сложным, перспективным проектам, да? Требующим не просто там дырку сделать в земле, поставить этого гусака, и он там начал качать, да? Требующим, на самом деле, технологий в том числе и на основе искусственного интеллекта, цифровых технологий. И им взяли все это, обрубили. Что теперь делать нефтяникам? Все это произошло ведь еще на фоне пандемии, да? Ну, конечно, я понимаю, денег не стало. Это был некий тест, например, на цену нефти, например. Был день, когда у нас там нефть стоило минус 30 долларов, там, да? Где-то в Техасе, там, какой-то скважин, там нефть стоило минус 30 долларов. Ну, это до ОПЕК-плюс вы имеете в виду? Ну, это было весной, в марте, в апреле, да, в этом году, в этом году, в этом году, во время. Почему? Потому что вот эта пандемия, она устроила некий тест, в том смысле, что самолеты перестали летать, машины перестали особенно ездить, да? И в какой-то момент потребление нефти уменьшилось, да? Оно, конечно, не уменьшилось там два раза, но оно уменьшилось существенно, настолько, чтобы, скажем, цена нефти изменилась. Потому что на цену нефти на рынке влияет небольшое количество. Если, скажем, немножко не хватает нефти там, то цена возрастает, если немножко лишнего, то цена падает, да? То есть, вот это вот 3-4 бочки, ну, я грубо говоря, нефти, они определяют и повышение цены, и уменьшение цены. Данис Георгиевич, извините, великодушно, одно маленькое уточнение, сейчас меня Марат Рашидович поправит или по голове даст. Скажите, пожалуйста, какая доля цены падает на реальную нефть, а сколько на деривативы? Вот, если посмотреть, я... Это, говорит, себестоимость какая-то. Не-не-не-не-не, не совсем себестоимость. Как определяются цены на нефть? Биржевыми котировками. Есть цена физических поставок и есть цена биржевая. Есть себестоимость, да? Вот есть себестоимость. Вот нефтяная компания добывает баррель нефти, он ей обходится вот столько. В 4 доллара. Ну, это разные есть нефти, опять-таки. Вот вы говорили про нефти, на которые, скажем, убрали льготы, да? Это вот трудноизвлекаемые запасы, так называемые. Это вязкие, тяжелые нефти. Есть нефти плотных коллекторов, да, которые нужно гидроразрыв делать. Высокосернистые, это тоже про это или нет? Нет, нет, сернистые, это уже качество нефти. Это другая, другая история. Это состав этого смеси. Это состав, да, то есть, насколько эта нефть, скажем, потребительная, вот где-то там, скажем, на химзаводе, еще что-то такое, там можно подмешать хлор, там, это вообще будет кошмар, да? Сера, это тоже плохо, но не так плохо, как хлор. Парафин. Да, и здесь, конечно, вот эта вот себестоимость, она может быть разная. Например, если в заливе, эта себестоимость может быть 2 доллара, 3 доллара, 4 доллара, да, то есть там действительно скважину прибыли, есть фонтан, как бы, да. И причем такой нефти очень много сегодня. Они могли бы, скажем, это... Легкой нефти много. Конечно, залить лет на 20-30. В мире или в России? В мире, в мире, обеспечить этой нефтью могли бы, да. Но они, как бы, как родительные люди, говорят, зачем бы продавать за 10 долларов эту нефть, да? Хотя при этом мы всех убьем, там, Россию, там, еще кого-то, еще кого-то, там, да, вот с этой нефтью. Но они поэтому входят в ОПЕК, соглашаются там, да, и цену поднимают там до 100, до 120 долларов, да. Но пока не очень. Пока не очень, да. Но все равно это, как бы, договор существует. Так вот, в России себестоимость нефти не такая. Низкая, как вот таких месторождений, как вот... Семы природно-географических и ландшафтных особенностей. Да, во-первых, это места холодные, тяжелые места, там инфраструктуру очень тяжело содержать, да? Да-да. И, кроме того, вот в структуре... И транспортировка потом еще. И транспортировка потом в структуре запасов нефти в России, да, очень много, их больше и больше становится. Это сложные нефти. Это вот нефти карбонатных коллекторов, говорят, да? Нефти вязкие, сверхвязкие нефти. Вот то, что вы говорите, природный битум, это о шарчинском месторождении. Я вам очень признателен за погружение нас в геологические тонкости. Я хочу вернуть, да, что Татнефть что потеряла, что вследствие этих потерь потеряет, ну, может быть, здесь Марат Рассидович добавит, бюджет республики. И главное, вы общаетесь ведь постоянно, я знаю, что вы в постоянном контакте с нефтяником, там, с тем же Маганом, там, с другими людьми. Какой-то, какой план, то, что мы можем вот сказать на публику, как собираются выворачиваться? Ну, хорошо, дивиденды за 9 месяцев уже не заплатили. Да, конечно. Потери составили процентов, по-моему, 30-40 Татнефти по бюджету, если смотри, да, год к году, или там 9 месяцев к 9 месяцам 40% потери бюджета. Это такой компанией, как Татнефть, это не баранчик, ну, вообще. Это понятно, что объем продаж, как бы. Да, мало того, что от ОПЕК пострадали, сокращали, теперь еще защитных решили здесь. Ну, и что будут делать? Ну, я думаю, все будет продолжаться. Что будет продолжаться? Все будет продолжаться, добыча нефти будет продолжаться. Но все-таки надо процесс смотреть в диалектике, то есть последние 2 года до этого Татнефть, она выплачивала рекордные дивиденды. Да, 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 последние 3 года. Сказать, что все это теперь убытый пойдет, я не думаю. Во-первых, будет от нефти достаточно много хороших запасов, которые, ну, как бы... Но эффективность компания тоже подняла. Какие хорошие запасы у Татнефть? Нет, ну, у нее, конечно... 50 лет эксплуатируешься в Ромашкинском месторождении? Все равно запасы есть, разные запасы. Разные. Конечно, они не такие, как были там 50 лет... 98% обводнения скважин? Не везде, понимаете? Да, конечно, это тоже есть, да, не везде. И, кстати, мы над этим работаем. Вот сейчас, да, да, да. Я потом скажу, что вот мы в этом году выиграли большой проект, вот 4 университета, и вот именно вот эта проблема, которую вы сказали, что вот добываемых людей, там 98% воды, эту проблему надо решать. И она, в общем-то, в принципе, решается. Это очень хорошая проблема, серьезная проблема, фундаментальная. Это хорошая для вас, потому что вы получаете работу для ее решения. Мы же после того, как разработаем, компания получит, как бы, технологии, которые позволят ей в этой воде, скажем... И что, не будет обводнения? Будут и скважины, которые будут без обводнений добываться. То есть, в принципе, вот я опять уйду немножко, да, вот, чтобы люди поняли, что вот, понимаете, все говорят, что нефть, нефть, вот сейчас цена упала там, да, ничего подобного. В структуре энергетики мировой, да, углеродная часть, она огромная, ну, скажем, 85%. Если не больше. Если не больше, да. Ну, 85% это вот сейчас официально скажем, да, 15% это возобновляемые источники, в том числе ядерные всякие там... Вы сейчас берете именно энергетику. Энергетику, вот даже по энергетике просто. Я не говорю про материалы. Материалы это другой вопрос, да, это еще более сложный вопрос, наверное, да, а с энергетикой. Вот, и поэтому сейчас сказать, что вот сейчас цена на нефть не вырастет, знаете, энергия-то нужна. Вот потребность в энергии не исчезла, правильно? Она, конечно, во время пандемии упала, но она сейчас вернулась, пандемия пройдет, все это возобновится и все это вернется. Но вот этот вот тест, вот падение вот этого вот нефтяной цены, он показал очень интересный вот вывод такой интересный. Да, ну, я думаю, что цена вернется. Ну, конечно, она не будет, она будет, потому что история... Я хочу подключиться, потому что, когда мы обсуждаем, кажется, что спрос и предложение формирует рынок нефти. На самом деле, кризис, если вы посмотрите цен, он возник не из-за этого, не из-за пандемии, а из-за того, что участники ОПЕК не смогли договориться. То есть он возник намного раньше. А, ну, в этом тоже, в этом тоже. Да, почему? Появилось много новых участников. И потом, я хочу сказать, ну, не скажу, что алчность, но вот жажда получения сверхдоходов затруднила переговорный процесс. Каждый хотел... Это рынок рос, и каждый хотел первым заполнить эту нишу. На самом деле, рынок нефти погубила алчность. Ну, в том числе это. Я же говорю по тесту. Вот тест... Отвечая на этот вопрос, на самом деле, если сформировать новый ОПЕК, то теоретически, я хочу сказать, возможно, очень легко вернуть эту цену. Возможно. Ну, стой. Ну, если Дебирс и Алроса договорятся наплевать на регулирование рынка, то завтра алмаз типа там Шан-Хан-Шах такой-сякой будет стоить 5 рублей. Это понятно? Не будет стоить. Будет. Будет. Рынок бриллиантов, он на том и держится, что есть два монополиста в мире. Дебирс южноафриканская и наша Алроса. И пока они в сговоре, все хорошо. Здесь я с Маратом Рашидовичем готов согласиться. Но я хочу, чтобы Михаил Михайлович же тоже подключился. С вашей точки зрения, вот с точки зрения человек, который погружен в цифровую экономику, все-таки об экономике буду говорить, да, или в цифровой технологии. Вот два уважаемых метра, два уважаемых проректора нам сейчас и телезрителям, и тем, кто смотрит YouTube, рассказывают о чем? О том, что на самом деле в энергетике 85% это доля углеродной энергетики. О том, что если бы нормально, как говорится, там ребята сели, закусили, то есть осуществили бы более жесткий картельный сголов, то цена бы опять подросла, да, но не говорят, может быть этого просто нет, что общая тенденция развития мировой экономики, да, в том числе в высокотехнологических образцах сводится к тому, что усиливается тренд сокращения удельного веса энергоресурсов в производстве конечного продукта. И мы должны сказать, что вот для современного кризиса низкая цена на нефть это благо, потому что это стимулирует экономический рост. Конечно, конечно. И возобновляемые источники тоже поэтому развиваются очень хорошо. Нет, они очень хорошо это прогрессируют, когда цена на нефть выше. Хорошо, слушайте, дайте я все-таки, извини, потому что мы уже 40 минут разговариваем, Михаил Михайлович просто улыбается, смотрит на нас всех и говорит, о чем они вообще говорят? Да, ваше соображение по этому поводу? На самом деле соображение, наверное, пока одно, не хочется в профессиональный разговор вмешиваться догадками, но важно понимать, что пандемия, да и любое другое событие, оно всех уравнивает. Говорят, перед бедами все равны. И получается, что... В бедности все равны. И в бедности, но и в беде тоже. И вот ситуация пандемии, она на самом деле свела на нет очень многие преимущества разных стран, разных компаний, абсолютно в разных областях. Потому что даже, более того, вы сами сказали, что по развитым странам, возможно, больше ударила пандемия, чем по другим странам или, например, по нашей стране. Это касается и отраслей производства. Чем больше у меня пирог в холодильнике лежит, тем больше я потеряю, если я вдруг, он окажется просроченным. И надо понимать, что в принципе сейчас идет перекраивание как таковое и того, что человеку потребно. То есть сейчас снизилось потребление углеводородов, мы меньше летаем, меньше передвигаемся. А что больше стало? А больше стало именно потребление самого цифрового контента. И вот там вот эта новая точка роста, новое место, где будут появляться новые продукты и сервисы. Вот это одна из важных причин. Это именно, может быть, стихийное, но на самом деле, возможно, давно уже ожидаемое перекроение рынка и перекроение сектора экономики и человеческих, и сферы производства именно в пользу появления цифровых продуктов. Понятно. Марат Рашидович об этом говорил уже в начале, что это такой триггер усиленный, принудительный, можно сказать, цифровизация возникла. И не только. Сейчас возникли новые технологии, вот, например, искусственный интеллект, который может вообще экономический ландшафт трансформировать. И второй момент. Вот вы знаете, усилилась конкуренция между странами. Это что означает? Это не только в медицине сейчас все стараются иметь альтернативу для того, чтобы обезопасить население. Не только стараются поддержать свою науку, но и пытаются сейчас, вы видите, очень охранять и цифровой свой контент, и стимулировать свой цифровой контент. Да-да, очередная массированная атака так называемых русских хакеров на какие-то там фирмы, которые все повскрывали, всю переписку. Офис 365, это же передовая технология, его вскрыли на раз, там, трояно запустили, бла-бла, все понеслось. Ну ладно, это экскурс в сторону, Альберт, давай. Вот по поводу цифровизации, тоже как негативный вопрошатель, хочу вас, уважаемые эксперты, спросить. Вот мы с этой цифровизацией носимся, как с писанной торбой. Это пошло, как план ГРЛО, всех коммунистических методов. Хороший план, между прочим, был. Да, но в свое время и при своих условиях. И действительно идет прямо коммунистический подход, надо все оцифровать, надо все делать. Вот мы сейчас восторгаемся в нашей России цифровизацией, и параллельно не решаются такие простые вещи, как рост цен на сахар и подсолнечное масло. Ты хочешь на них, на отечественников повесить рост цен? Я хочу вообще спросить, а зачем нам заниматься цифровизацией, если мы не можем, элементарные экономические процессы, то есть каждый раз вот хватаемся за голову, ах, гречка подоложала, ах, подорожал сахар вот сейчас. Давайте регулировать экономику. Сейчас прокуроры бегают по магазинам и проверяют ценники. Альберт, а вы говорите про цифровизацию. Зачем она нам? Я прошу только одну, один я хотел добавить, что вы вспомнили про ГОЛРО, а я бы сказал, что почему-то была формула, что коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны. То есть в то время другая технология была, но тоже какое-то было ощущение, что для строительства нового будущего или нового образа какого-то необходимо технологическое развитие, цифровизация сейчас, как ни крути, это то, на что хотя бы можно ссылаться, в том, в каком образе будущего мы хотим жить. Так что не приму я комментарий, наверное, о том, что... Нет, нет, а я соглашусь с этим. То есть важно, еще раз говорю, не явление, а как оно реализуется. Вот если другие страны стимулируют развитие частного сектора и предпринимательства, то у нас эта программа решается за счет государства и государственных средств. Понимаете, я еще раз говорю, цель она правильная, но так как мы ее решаем, на мой взгляд, она это приведет только... Тем более, вы знаете, она чем еще привлекательна для коррупции цифровизации, что там нельзя никогда определить четко объем работ, и всегда есть большая погрешность на неудачу. Понимаете? Марин Рашидович, только что был недавно один рейтинг самых коррупционных отраслей вообще в российской экономике. IT первое место. Это бесспорно. Цифровизация занимает самое первое место. Опереди в строительство, там, прочие такие вещи, где невозможно сосчитать, подсчитать, увидеть эффект. Все госкорпорации занимаются этим. Вот один Сбербанк только меня пугает просто вот до дрожи. Их бесконечные ребрендинги, их бесконечные. То там буковка отвалилась, то зеленая стала круглым и прочее. А нормальной экономики-то нет. Вот правильно Марат Рашидович говорит. Наверное, надо сначала конкурентную экономику выстроить, конкурентную среду, а потом заниматься уже всеми вот этими. Не-не-не-не-не-не. Извините, да? Вот сейчас у нас тут забавный такой поворот начинается. Можно я уточню твой вопрос, как я его понял, да? Значит, ты хочешь сказать, что если бы у нас цифровая экономика функционировала, как положено, да, то цены на вот это вот не подскочили бы, правильно? То есть ты хочешь сказать, что если бы у нас был суперэлектронный госплан, да, мы бы все учитывали правильно, то цены бы не... То есть проясни, пожалуйста, какая связь между уровнем цифровизации и ростом цен на сливочное масло или там на гречку? Здесь вопрос стоял не в этом, а в приоритетах. Приоритеты. Иначе мы похожи на этих большевиков, которые в собачьем сердце поют песни, распевают с утра до вечера. А у них неприлично иметь роликс, но при этом стоять без штанов. Вот в чем вопрос, понимаете? Айтишники ему возьмут и скажут, так потому мы и стоим без штанов, что цифровизация пока еще не проникла. Нет, нет, я хочу сказать, что есть первоочередные задачи, ради которых вообще создано государство, и оно должно решать эти проблемы. А есть вторичные, институциональные вещи, которые тоже можно решать. Но я еще раз говорю, это все-таки Айти, это отрасль, и это не государственная сфера компетенций. Вот в чем вопрос. В любом случае это инструмент. Это инструмент, не более того. Правда ведь, да? Государственные, негосударственные и так далее. Вот позвольте я еще один вопрос, как говорится, к Михаилу Михайловичу, на более такой приземленной, что ли, или ближе к нашей университетской среде, к среде высшего образования уровень переведу. Вот нюансы так называемой цифровизации, или там Artificial Intelligence. Сколько лет у нас всякие эти программы, уважаемый проректор, вы не дадите соврать, дистанционного обучения, образования, бла-бла, такие всякие. Это не бла-бла, это... Это действующие. Да-да-да, не-не-не-не-не. Я просто, чтобы их не называть, я понимаю, что они все действующие. Но так как человек далекий вообще от всего вот этого, да, от дистанционного образования, я и лично это с трудом получил, там, через указку по голове в свое время, какое что-то дистанционное. Ну вот, как человек далекий от всего этого, я вот у меня такое ощущение, я посмотрю иногда там, да, эти вот там сообщения, там, какие ресурсы используются, как они используются, и вот он все тут думаю, ну, там, столько процентов студентов в КФУ, там, вот столько процентов там у нас есть электронных курсов, там, вот такие учебные программы. И все это было как-то, ладно, ну, да, думаю, что надо. И вдруг пандемия. И вдруг наступил 2020 год. И вдруг выяснилось, что на удаленку с какого-то там марта, с 26-го, по-моему, да, приказ по КФУ ректора был. Все, удаленка. И я так на камеру, это, смотрю там на экраны, значит, слушаю голоса, не враждебные, а наши тут, кто о чем говорит. И у меня начинает складываться впечатление, вы меня сейчас поправите, если я ошибаюсь, что вот как только жареный петух клюнул, то есть как только мы столкнулись с тем, что это нужно не как примочка, не как красивый бантик на теле общего, такого вот, в целом вот мы 90% вот в этой очной форме людей учим, а 10% где-то у нас там, значит, вот используют дистанционный курс. А теперь мама говорит, а давайте наоборот, 10% там в лабораториях, где невозможно без экспериментов, а 90% будет на удаленке. Не посыпалась удаленка в результате? Мы готовы с точки зрения качества этих самых программ удаленного обучения, мы готовы с точки зрения вот этих курсов, мы готовы инструментально в конце концов. Или у нас, если бы не было Зума, который придумал опять непонятно какой-то там Швед, ну я условно говорю, да, мы ломим Шведы гнутся, они гнутся и придумывают. Зум придумали, Скайп придумали, там, там, еще у нас еще там, ну Скайп уже 100 лет, ну вот Зум недавно вылез. А теперь еще Microsoft Teams, да, внедрили такой. Вот эту вот ситуацию, как вы это видите, вот изнутри, вот вы же этим занимаетесь? Где-то, это мой третий раз, когда я эту цитату произношу на докладах, посвящен дистанционному образованию, вообще пандемии, из сериала Игры Престолов, там было сказано, хаос это лестница. И отрицать то, что не было бы пандемии, еще непонятно, когда, возможно, мы бы пришли бы к тому, что это прям нужно, прямо жизнь необходимость. Ну конечно, да. Но зачем, я не вижу большого смысла в том, что мы рефлексируем на тему того, что, а вот, как бы, вот гром не грянет, мужик не перекрестится, да, или то, что вот не было бы этого. Да, но спасибо, что, плохое слово спасибо, но так получилось, и мы вынуждены были... Ну не было бы счастья, да несчастье помогло. Возможно, да. Есть поговорка такая. В принципе, да, в принципе, ведь и другие какие-то события, в том числе в истории нашей страны, они происходили не потому, что мы эволюционно приходили в эти стороны, а именно революционно, или из-за какой-то необходимости мы перестраивали наши секторы экономики еще в прошлом. Ну, или там проект Петра Первого, да, по России, а можно альтернативные истории. А кошка, да, кошка. Сейчас, минуточку, давайте закончим. Вот, и готовы ли мы? Да, конечно, сразу-то все не готовы. Но, опять же, надо учиться это делать, и все-таки вот у нас уже больше полугода такой формат развивается, и мы свой опыт выковываем. Это правда. То есть преподаватели, они привыкают, и привыкают к новой культуре, к новой этике, потому что дистанционное образование, на самом деле, то, что это новая форма, что теперь преподать не в аудитории, это ерунда. Самое важное, это научиться общаться в этой новой культуре. Вот, например, раньше было так, зашел студент, зашел преподаватель, нужно там стать студентом, нельзя шушукаться. А вот сейчас сообщение в чате во время трансляции в Тимс, это шепот или это разговор? Шепот. А вот я, например, трактую как разговор, потому что меня уведомления отвлекают, я их не отключаю, чтобы видеть какие-то важные вопросы, которые у меня возникают. Или, например, выйти из трансляции, это насколько как бы безболезненно, или это будет отмечено, что человек покинул мою лекцию. Сейчас уже, по-моему, есть такие метки, да? Есть, есть. Я просто не имею в виду, что как-то на самом деле сложно... Это же все зависит от амбиции учителя просто. Согласен, да. Хочешь сказать, что... Ему это важно, мне это не важно, значит. Просто хочешь сказать, что сложно технически готовы, да? Нет, я хочу сказать, что полностью технически готовы. Да? Да, я другое хотел сказать. Вы знаете, вот я же экономист, в основе всего есть спрос. Понимаете? На нее был невысокий спрос, потому что был спрос на прямое общение, на прямую коммуникацию. А сейчас... Понимаете, а все равно... Нет, конечно, потому что получается, что это уже не совсем индивидуально, это уже массовая коммуникация. Это немножко другое. И большая часть студентов сейчас, она, если вдруг пандемии завтра не будет, она не захочет возвращаться в стены университета? Захочет. Большая часть не захочет. Большая часть захочет. С моей точки зрения, это трагедия вообще. Нет, нет, нет. Если так будет. И вот, ведь, давайте мы посмотрим, почему начало все это развиваться. Главный тренд был то, что как развиваются университеты, как развиваются, ну скажем, профессорские, педагогические, научные кадры, они всегда очень существенно отставали от роста потенциальной абитуры. И дополнительное образование, это был способ покрыть растущую потребность в этом ресурсе. Но это никак не замещает это образование. Надо это понять. Вот в чем вопрос. Вот, это раз. Второе. И есть еще другой момент. Вы знаете, надо ведь понять, что самая главная проблема в дистанционном образовании, что она требует качественно другой организации самого обучающегося. Ему намного сложнее в этом плане. Я об этом и спрашивал. К чему мы готовы? Инструментарий готов? Да. Шведский? Готов. Методики? Готово. Точно. 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 Контроль, насколько я понимаю, технически тоже осуществим. Как ты там ручки держишь, все это можно проконтролировать. Эмоционально, конечно, необычно. Я вот согласен с Михаилом Михайловичем, потому что мне тоже иногда там, куда смотрит этот человек. Потому что в зависимости от того, куда поставят камеры, оно создает какие-то трудные эффекты. Можно я мой любимый пример скажу? Уровень, извините, уровень усвоения материала. Я сейчас потихонечку пытаюсь вас подвинуть к такому понятию относительно новому, модному. Вот ментальный интеллект. Каким образом разница, вы понимаете, вы видите разницу или нет между контактом студента и преподавателя вот так, в физическом объеме, в физическом пространстве и посредством вот этих вот зумов, тимов, тим-вьюеров и так далее. Михаил Михайлович скажет, а я это... Да-да-да, конечно, я надеюсь, что скажет. Разница, конечно, есть, но есть возможность приблизиться к такому восприятию. Нет, все зависит от людей. Это типа киберсекса, да? Нет, почему? Я не пользовался. У вас, похоже, хороший опыт в этой части. Я эмоциональный, я говорю о эмоциональном восприятии. Вот что мы теряем? Мы недавно вот с моей командой дипломников просто провели два эксперимента. Сначала мы сидели все без камер, потом с камерой. Принципиально два разных собрания были. Просто вот так. Но камеры-то можно включить. И это уже почти, как семинар, почти погружение в данный момент. Поэтому приблизиться к этому, в принципе, можно. Вот хочу сказать, из-за этого формата я хотел добавить. Вот я преподаю, очень выросла нагрузка на преподавателя. Потому что все то, что можно было задать и обсудить, сейчас приходится разбирать при помощи чатов, при помощи дискуссий и так далее, и так далее, и так далее. И разобрать какие-то примеры. То есть, я еще раз говорю, загрузка преподавателей, нагрузка на наших педагогических работников, она серьезно возросла. Плюс технологий новых. Я понял. Да, Данил сказал. Одна фраза такая. Действительно, в образовании есть много сторон же. Образование в университете, оно это не просто, скажем, получение знаний, компетенции. Есть другая совершенно область, скажем, общения. И социализация. Социализация. То есть, например, ель. Если ты учишься в еле, то ты учишься с будущими президентами, с какими-то госсекретарями. Понимаете? И ты, в конце концов, общаясь с этими людьми, это может оказаться принципиально твоей карьерой. Формируешь новый проект. Понимаете? И вот эта счастье, она выпадает. Наверное, вот эта новая система, электронное общение какое-то, наверное, будет преобразовываться. И сейчас психологи об этом развиваются. И вот то, что Михаил говорил по поводу того, что включили, не выключили микрофон, видео, тут уже какой-то контакт начинается. Это контакт, вот то, что вы сравнили с кибер-киберсексом, что-то такое, наверное. Я шучу всегда только на половину. Знаешь, речь о том... Владение предметом. Речь о том... У нас по поводу футбола шутят люди, которые мяч-то не могут разглядеть. А вы говорите владеть предметом. Альберт, извини, дошуток. Вот по поводу дистанционки задам вопрос немножко провокационный, но его, наверное, бы хотели большинство студентов задать. Вы вот говорите, мы готовы, у нас все это отрабатывается, да, там есть, конечно, недостатки. Но в целом дистанционка, это понятно, это снижение сдержек. Нет. Нет? Нет. Почему? Вот не надо отапливать огромные здания. Не надо... Да, с этой точки зрения. Не надо... Но в этом случае мы должны совершенно иным образом вложиться в рабочие места и преподавателей, и студента. Более того... И на самом деле, вы поймите, что массовое, оно всегда дешевле индивидуального. Я ставлю вопрос от большинства студентов. Раз вы нас перевели, вот от них сейчас буду говорить, раз вы нас перевели на дистанционку, неважно, вынуждены это решение или это... В конечном итоге, ведь и само образование к этому идет. То будьте добры, пожалуйста, снизьте плату за обучение. Вот можно я... А вопрос студентам взамен. Где произошло снижение сдержек? В плане... А в плане, где студенту меньше дается университетам из-за перехода в дистанцию? То есть меньше занятий стало? Это подтвердение некачественности дистанционного образования? Почему? Нет, вопрос стоит в том, а где снижение произошло, что мы можем, где мы получаем моральное право или... Где выигрыш это? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. На что не выигрыш? А студенты, извини, МГУ группа студентов подавала иск. Они совершенно четко формулировали там, что ребята, вы имеете в виду не бюджетники, а те, кто там на этой, на самой. Они примерно так, если память мне не изменять, сформулировали. Так, мы не ходим в аудитории, вам не нужны уборщицы, вам не нужно отапливать, вам не нужна вентиляция. К сожалению, отапливать нужно. Какой вопрос? Единственный источник дохода, деньги со студентов в университете? Ответ нет. Нет. Да студенты здесь при чем? Он же сейчас от лица студентов говорил. Это ваши проблемы. Нет, вопрос в чем? То есть, вот если мы переводим, я хотел по-другому сказать. Вот, хорошо. Получается же, есть преподаватели. То есть, основные наши расходы, это расходы на заработную плату преподавателя. То есть, в этом плане, я еще раз повторюсь. Извините, великодушно, просто я хочу, чтобы это прозвучало как акцент. Основные расходы Казанского федерального университета. Казанского федерального университета. Это расходы на заработную плату преподавателей. Совершенно верно. Казанского федерального университета. Какая доля? Можете сказать? Я сейчас хочу сказать, что... Процент в 60? Не менее. Не менее. А если с отчислениями и прочим, то и больше этих расходов. Это вот очень важный момент, да, мы должны понимать. Мы говорим, там вот 400 лабораторий переоснастили, то, сё, там, всё. И тем не менее, удельные вот соотношения... И более того, я хочу сказать, что у нас расходы повысились, поскольку мы должны IT-инфраструктуру тоже совершенно иным образом модернизировать. И более того, для того, чтобы обеспечить литературой, мы должны закупить доступ в соответствующей библиотеке данных. Что тоже, к сожалению, это весьма... И он не дёшев. Более того, деньги, которые университета... А если по институтам ещё смотреть бюджет с контрактами, это ещё выше процент. То есть, чем... Вы сейчас занимаетесь саморазоблачением. Я знаю, что вы 90% своего бюджета тратите на зарплату. Но потом вот здесь надо всё-таки вопрос сказать, что есть некоторая справедливость, если это смотреть МГУ. Там стоимость обучения, я с ней ошибаюсь, порядка 500 тысяч. Да, да. Понимаете, и как его у нас, в этом случае в среднем это составляет 160-180. Это что означает? Что мы работаем практически, ну скажем, по себестоимости. А они работают с высокой маржи. Понимаете? И в этом случае вопрос это к, например, к нашему университету и к МГУ, это две большие разницы. Понимаете? Вот такой момент. Вы адесит. Нет, я экономист. В Москве, как в регионе, там даже заплата другая, да? Нет, ну я и хочу сказать, что... Заплата другая, да. Вот отчасти я хочу сказать, что при прочих равных условиях, поскольку мы вот IT-специалист, мы смотрели подготовку специалиста IT, у нас обходится в 180 тысяч, а, ну скажем, средняя по Москве, она составляет 400 тысяч. Окей. Понимаете? На другой институт я хотел бы перейти. Данис Казахович, вы, по-видимому, тоже в курсе. Михаил Маджуф точно должен быть в курсе. Вот если посмотреть под этим углом зрения, да, по методу там затраты... Конторович, да? Да, 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 input out. Если посмотреть под этим углом зрения на Иннополис, вот опять же, ну многие говорят, как, что такое Татарстан или экономика Татарстана? Есть становой хребет. Нефть и нефтехимия. И здесь я абсолютно с Данис Казаховичем согласен, что бы там кто ни говорил, это действительно хребет и не только республики нашей, но и российской. Большей мере даже. Большей мере, да, в российской, чем даже в татарстанской. Хотя там тоже, как мы уже в начале программы говорили, доля не нефтегазовых доходов вроде бы потихонечку растет. Но то, на что уповают власти Татарстана и власти России, естественно, тоже, ну у нас своя полянка, как говорится, мы можем вот на своих примерах рассмотреть. Вот Иннополис, да. Если на Иннополис посмотреть вот под тем углом зрения, под которым мы сейчас обсуждали, да, вот эти вот методы затраты и эффективность, да, что это такое? Вот я сугубо частное свое, не имеющее отношения к позиции руководства Казанского федерального университета, на всякий случай, я это говорю в камеру, сугубо частное мнение свое выражу. Ну, 8 лет проекту, 8 лет исполнилось вот, по-моему, как раз в ноябре, да? На днях, на днях, да. Да, буквально вот где-то на днях там. Кто сейчас вспомнит вообще, что первоначально проектом завозил 140 тысяч населения, там столько институтов, там столько... Рекордный город-призрак, 140 человек, ну или там 1200 человек, я уже про 140 загнул, конечно, все население. Ну и ладно бы, если бы какие-то там мы наблюдали прорывные... Очень опасно развивать эту тему, честно, я хочу. Нет, ну, мы же люди деликатные, понимающие. Вот как с этим быть? Это... Я почему об этом заговорил? Потому что я помню, извините, я помню слова Михаила Михайловича о том, что ну как, ну это вот жареный петух пока не клюнет, то есть вот сейчас... Вот подперлый Иннополис, можно сказать, что вот сейчас вот такая ситуация, что они воленс-ноленс и осуществят некий качественный прорыв. Вот была шутка в Твиттере, что жизнь на самоизоляции, примерно как жизнь в Иннополисе, мне она очень понравилась. Вот. Хороший ответ. Это мой ответ такой, это слишком... это может быть человек красивый, но он очень маленький сегодня. И он почему-то не растет. Я вот все-таки хочу сказать, что это мечта, вы знаете, должна быть мечта. I have a dream, я сказал Кинг, наверное, прогуливаюсь по Иннополису. Какие-то комментарии были, коллеги, да? У меня был вопрос, я хотел спросить, поскольку у нас представлены очень качественные эксперты, видят итог этого года, и я хочу спросить о рисках на будущий год для университета, для Татарстана и, возможно, для России. Ну мы как раз к этому и идем сейчас с прогнозами, сейчас закончим с итогами. А, тогда извините. С итогами, мы неизбежно закончим прогнозами, естественно. Сейчас мы пока разбираемся с итогами. Про Иннополис в конце маленький комментарий все-таки я добавлю, что все-таки в Иннополисе есть рабочие места, и у нас, например, студенты моего института, когда выпускаются, они туда идут работать, некоторые жить остаются. То есть, как еще одна площадка, где будет развиваться IT в республике, в принципе, мы можем Иннополис рассматривать. Точно. То есть, не хочется просто завершать на шутки или на какие-то комментарии, что, в принципе, в этом... Хорошо, что вы вернулись к развернутому комментарию, да, это существенно. Данис Калыч, ваше ощущение? У вас ведь тоже высокие технологии в вашей отрасли все больше и больше имеют место. У него самая лучшая перспектива как раз. Нет, вот эти вот, это история, 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 Данис Калыч, а НПЗ под землей? Нет, НСМУ, у нас... Другое, это НПЗ под землей, да, они теперь работают, и завод под землей. Да, да, да. В принципе, то есть, конечно, это такая мечта, но когда я пять лет назад об этом говорил... Ну, как Иннополис примерно, такая же мечта. Нет, нет, вы знаете, это совсем другое, вот я вам скажу. Пять лет назад, когда я об этом говорил, все говорили, ну как это, это же невозможно. Это же завод, это там все нужно контролировать, все это там реакция. Ну, да, да. На самом деле, на сегодня мы имеем два прекрасных примера. Один из них, это на Кубе, вот, Бока Дахарука, да, через мы с компанией. Значит, зарубеж нефть, это дело сделали, и скважина. Это ваш проект, зарубеж нефти. Это вот наш проект, Недведевич, там, позапрошлым году, в ноябре, когда ездил, открывал скважину. Вот, и эта скважина до сих пор дает нефть, как ни странно, да? Она же не дает дает, она должна давать, она должна давать уже продукт, перенамутать. Вы знаете, это вязкая нефть, которую нельзя добыть, скажем, вот нужно ее облагородить прежде, да. Можно ее добыть, облагородить на земле, а мы научились облагородить ее под землей. Мы запихиваем катализаторы, мы контролируем, как процесс происходит. Вот, как в Аршавчах, в Аршавчанском месторождении ТАТ нефти, мы там поставили систему мониторинга, которая работает, и говорит, вот здесь у вас паровая камера работает, давайте передвигайте ее сюда. То есть мы контролируем, да? Мы закажем катализатор, который работает, нефть, которая осталась, добирает ее. То есть это целая такая система, концепция такая интересная, которая сегодня работает. И мы сегодня идем дальше в этом плане. То есть сегодня все говорят про водородную энергетику, да? Следующая идея это, давайте, коллеги, мы будем добывать водород. Это же хорошее топливо, да? Зеленый, серый, оранжевый, какой водород вы собираетесь добывать? Мы сейчас разрабатываем технологию, когда вот можно будет, используя катализаторы, добывать ни нефть, ни газ, ни бензин, там, ни дизельное топливо, да, а водород, в принципе. То есть к этому идет. Потому что водород это совершенно экологическое топливо, да? Его можно загружать, на выслопе будет вода. Нет, я не сказал, что вы меня извините, великодушина, а что здесь, собственно говоря, нового технологии извлечения водорода методом пиролиза или еще там пяток методов есть, они же существуют и его же добывают? Существуют, конечно, конечно, существуют. В общем-то, наверное, половина мира говорит, да, водород, водород, говорят, да? То есть потому что действительно это сегодня эта энергия, там, которую вот мы ночью там... Я хочу сказать, какое отношение ко всему этому имеют цифровые технологии, цифровая экономика, вот к вашей отрасли? Конечно. Вопрос в этом. Цифровизация, ну, знаете, я не буду говорить такие громкие слова, да, на самом деле... Да, вы тихо скажите. Да, просто вот тихо скажу, да, что сегодня мы используем модели. Когда я говорю, что мы какие-то эксперименты делаем, какие-то сложные вещи, мы делаем цифровые двойники. То есть сначала, прежде чем будет скважина или делать какой-то эксперимент, но все это... Ну, понятно, то есть натурных испытаний не надо уже. Да, то есть берем, значит, вот эту модель, объекты, которые есть, да, и говорим, вот, а вот если мы здесь подождем, что будет, куда пойдет, как это будет происходить? А эта катализация как будет работать? То есть мы сначала делаем эксперименты, так называемая, труба горения у нас такая, да, большая труба такая, материал, значит, раскладываем там, все это делаем, такой физический эксперимент. А потом мы эти цифры загоняем в машину и делаем уже цифровую модель для большого месторождения, которую сначала считаем. Это без сомнения, вот, как бы... Понятно. Необходимо совершенно, понимаете? Понятно. То есть стравизация там идет в полном порядке. И это не только поднимает эффективность, но и бережет окружающиеся. Да, 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 да. По поводу завода под землей, тут вот экологи, журналисты говорят, да, они с ума сошли. А если вдруг, не дай бог, что порвет под землей, кто чего отнимает? Это очень глубоко. Это глубоко. Очень глубоко. Вот то, что мы делаем, это безопасно. Вопрос снимается, очень глубоко оказывается. Уважаемый Данис Карлович, вот опять, как адвокат дьявола, все хорошо с углеводородами, все замечательно. В Татарстане и богатая научная школа, и разработки, и наш федеральный университет очень ведущую роль играет именно вот в научной сфере по жидким углеводородам. А вот возобновляемые источники энергии. Я вот помню, лет пять назад я написал статью в одном издании, она называлась так, на стадии ветромониторинга. То есть речь шла о ветряках. Вроде банальная вещь, то есть если за рубежом едешь, ездишь, они везде. Прошло пять лет, все так же на стадии ветромониторинга, и десять лет назад тоже так же было все на стадии ветромониторинга. Вот Ульяновск рядом стоит, под Ульяновском, рядом с Ульяновском, огромный такой уже ветропарк построили, крутится. То есть ведь сейчас это тренд вообще экономики, что даже нефтяные компании зарубежные, они отказываются от названия нефтяная компания, они называются энергетической компанией. И там вот ставка на возобновляемые источники энергии, она там просто... Некоторые вообще заявили, что перестанут вкладывать инвестиции в развитие нефти. Да, да. И вот, и даже вот сейчас вот в Вашингтон пришла команда таких этих уже, отъявленных уже этих... Ужас. Зеленых, отъявленных, они уже обратно хотят в Парижский этот клуб Кировский, вернуться, вернуться. По выбросам вступать. И вот вопрос в чем? Почему у нас-то Тартань так запущена с ВИЭ вообще? Это не конкретно этот год, который все это ВИЭ, то есть возобновляемые источники энергии подрубил, а уже так десятки лет идет, и все на стадии ветромониторинга. Обез, у меня есть ответ. Сейчас Данис Калыч, конечно, что-нибудь другое скажет. Пока есть Татнефть, зачем мы будем развивать? Что Татнефть должна конкурентов порождать? Не, ну погодите. Понимаете, просто все же решает экономика. Вот мы от Рашиза сказали. Экономика решает все. Это стоит дорого просто. Это должно быть выгодно для того, чтобы развиваться. Кто это должен? Вот правильно было сказано о том, что западные компании, международные, зарубежные компании, они все сегодня энергетические. Почему? Потому что они понимают, что да, через 50 лет точно будет зеленая энергетика. Нам нужно к этому двигаться. Все люди понимают. А как ее можно развивать? Она может развиваться только тогда, когда, вот мы начали разговор, я пошутил, да? Когда цена на нефть высокая, это может развиваться. А если она на нефть падает, все, килдык, никто не будет развиваться. Но если это в одной компании объединить, в одной компании, то есть... И диверсифицироваться. Диверсифицироваться, да? То тогда это будет развиваться. Поэтому западные компании делают так, что они и нефть, и вот эту, значит, возобновляемую энергетику в одной компании развивают. И с доходами развивают. Независимо от цены. За счет доходов от нефти они развивают ВИА. Потому что это правильно. А сегодня вот Татарстан, например, да, сегодня Татарстан пытается стать энергетической компанией. Но вы сами представляете, я не буду угрозить в политику, там, в экономику, да? Это все слишком... И потом все-таки надо сказать особенности Татарстана. Все-таки вы про ветроэнергетику сказали. Да, это конечно. В соответствии с мониторингом только 5% территории, ну, скажем, подпадает под привлекательность. И, к сожалению, эти территории... Вот, хочу сказать, и это южная часть, и та территория, которая в Татарстане привлекательна для развития ветроэнергетики, там нет промышленности для того, чтобы ее, то есть, это, подпитать. Юго-восток. То есть, получается какая-то вот, ну, это, дилемма. Поэтому здесь, скорее всего, другие возобновляемые источники должны стать драйверами для Татарстана, по крайней мере. Хорошо, уважаемые эксперты, давайте мы перейдем к следующей стадии. Я вот сейчас попрошу аппаратную показать нам последовательно три небольшие картинки. Речь уже идет о прогнозах. Ну, они должны базироваться на итогах, да? Можем показать по промышленному производству, что в Татарстане происходило? Меня кто-то слышит вообще? Слышит? Вот смотрите, индекс промышленного производства, да? Ну, вам можно не оборачиваться, вы и так это знаете, да? Да, 98 с небольшим. Ну, правда, в прошлом году он у нас был 112. Соответственно, падение не на 2%, а на 14% к прошлому году, да? К тому же периоду. По запрошлому году? 19-го года. Вот октябрь 19-го года 112,5 индекс промышленного производства в Республике Татарстан, я хочу подчеркнуть. И октябрь 2007 года, 98. Но 12-й это был к тому, к следующему. К тому, да. Поэтому, если вы имеете в виду, это по запрошенному. Прирост к 2018-му был, конечно, да. Вот. Это с индексом. У нас есть показатель динамики доли убыточных предприятий. Следующую, пожалуйста, табличку, если можно. Среди 18-го года это как раз 2%. 12-й и 98-й, ну, надо. Нет, нет, 100 и 98-й. Доля убыточных предприятий в процентах. 28-й, я, откровенно говоря, думал, что будет гораздо больше. У нас были годы в Республике, когда доля убыточных предприятий была 35%, если мне память не изменяет. И это были первые половины 2000-х. Здесь нам статистика показывает, это статистика открытого Татарстана, она официальная вполне статистика, доля убыточных предприятий на январе-август, пока на октябрь они не дали, 28%. То есть, она даже снизилась по сравнению с январем-апрелем текущего года. И если вот смотреть на эти две таблички, в общем, на самом деле получается, что мы тут говорили, 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 а вы вот приходится сделать, так уж ничего особенного страшного не произошло. Но хочу сказать, что ведь посмотрите тогда деятельность малых и средних компаний. То есть, особенность Татарстана, и вот то, что влияет на статистику, высокая концентрация промышленности. То есть, наличие большого количества крупных, совершенно верно. Но надо сказать, что большую роль в занятости и, ну скажем, в обеспечении социальной стабильности играет как раз малый и средний бизнес. А вот теперь показывается третья точка, самый тон. Это как раз по поводу уровня безработицы и высвобождать. Ребят, да, вот, Марат Вашидович, более чем впечатляющий, в 10 раз. Но хочу сказать, что та безработица, которая была в Татарстане, это, как вам сказать, нет ни одной такой экономики с таким фантастическим уровнем этой безработицы. Нет, вы знаете, нет, вот здесь я объясню, занятость и безработица, это у нас две разные категории. Потому что у нас безработный только кто, нет, совершенно верно. То есть, если у нас человек трудоспособный, но не желает быть занятым, он не безработный. Понимаете, он вот, я не знаю какой, творческий человек, понимаете. Тунеядцы такие называли, да, и, кстати, уже... Вы понимаете, сколько я хотел... Ищущий человек, нет, я хочу... Подождите, я немножко о другом ведь хотел сказать. Вот вы посмотрите, вот этот вот скачок, он начался с апреля, да, ну, понятно. Первая волна подземей. Нет, это связано с тем, что люди начали обращаться для того, чтобы получить меры социальной поддержки. Без этого было, нельзя их получить. Вот в чем вопрос. А они начали регистрироваться. Только вот в этом вы считаете, да? И не только, то есть, второй, это фактор, который очень сильно повлиял, очень сжался малый и средний бизнес, особенно связанный с общественным питанием, ну, и другими сферами. И все. И третий. А третий аспект. Вот я, например, подумал, что вот такое относительно небольшое, да, снижение индекса промпроизводства и даже некоторое снижение по сравнению с весной долей убыточных предприятий показывает, что наши капитаны или генералы нашего бизнеса, прежде всего, вот, больших производств, они совершенно четко себя, они понимают, чем они управляют. То есть, было огромное количество людей, которые сидели там на полставке, на третьей ставке, на номинальных зарплатах, но давали статистику занятости, что безработица у нас очень низкая. И так было, пока все было хорошо. Нет, нет, нет. А когда жареный петух в пандемии клюнул, людей на день, вот этих вот стали убирать. Узнали бы об этом, мне кажется. Нет, нет, я хочу сказать, что вот здесь никоим образом, то есть, крупные и средние предприятия, несмотря даже вот… Не увольняли. Не увольняли. В основном это произошло из-за малого и среднего бизнеса. Это раз. И во-вторых, у нас всегда был, ну, это такой серый рынок, понимаете? Тем более, вот IT, это как раз там, где сфера, где можно использовать блокчейн, там это цифровые кошельки и так далее. И в целом результат очень трудно измерить в этом плане. Если говорить про экономику, то все-таки это не черный, не серый рынок. То, что в секторе находится производство, в статистику попадает. Нет, нет, Виктор Иванович, у вас есть свое объяснение вот этих… Я хотел сказать, что такой невысокий уровень безработицы, который у нас был до этого, он был связан с тем, что вот мы проводили исследование, что люди сами искали работу, они обращались в службу занятости из-за того, что, ну, скажем так, уровень вакансий и зарплатных ожиданий вакансий был, ну, скажем, существенно ниже среднерыночных ставок. Вот в чем вопрос был. Мне к картинке хочется добавить еще то, что на самом деле здесь среди этого большого процента людей могут быть те, кто сейчас переобучаются. Потому что еще пандемия показала, что есть такая профессия, где можно не заметить то, что что-то такое придет. В частности, ну, говоря про IT, это понятно, потому что, когда началась удаленка, многие IT-шники сказали, ну, окей, теперь это будет каждый день. Хотя еще какое-то время назад IT-шники выпускали книги вроде там «Remote офис не нужен». И доказывали, почему не нужен офис и спорили. А он нужен? А он, нет, он нужен, если на него вводить делегации, например, да, или просто… Ну, то есть есть разные подходы. А сейчас как бы люди увидели стабильность этой отрасли, потом они увидели стабильность государственных, между прочим, тоже организаций, потому что некоторые учителя, скажем так, сотрудники сферы доп. образования для детей школьного возраста внезапно обнаружили преимущество своей профессии, что их доходы остались без изменений по сравнению с их друзьями, которые зарабатывали в бизнесе. Это тоже факт. Но, тем не менее, мне кажется, здесь еще есть процент людей, которые сейчас находятся не просто в поиске работы, они в поиске находятся новых компетенций, они учатся, переучатся, потом занят другое место в новой экономике. Дай бог, чтобы это было так. Я уж не стал эту еще одну табличку вытаскивать. Или предложить ее вытащить. Но я могу просто устно сказать, даже тот же мониторинг движения рабочей силы показал, что в Татарстане, я думаю, это касается не только Татарстана, но и многих других регионов, в четыре раза за девять месяцев вырос спрос и, соответственно, количество нанятых на профессии, не требующие квалификации. Не требующие. Упаковщики, курьеры, бла-бла. То есть, вот пандемия увела на удаленку. Понадобилось больше курьеров, понадобилось больше людей, которые упаковывают товары. Ничего не надо. Но это недолго. Обезьяны вот. Это недолго. Куда они потом пойдут? Ну, не знаем, потому что это будет вытеснено потом уже автоматизацией, роботизацией. Адвокаты, есть вопросы? Адвокаты-дьявол, я имею в виду. Вопрос, наверное, тот же, который Рустам хотел задать. Тот же, который Рустам хотел, то есть, подводящий к прогнозу на следующий год. Вы знаете, Саксубанк, это, понятно, фрики, они делают специальные фриковые прогнозы. Я хочу прогноз правильный, фриковый комментарий к нему. Вот если вы посмотрите, я специально проанализировал, все тренды, которые они писали, они все справедливые. Вопрос в цифрах. Не только, то есть, если, это как вам сказать, это неприятно, но это я еще раз, к этому мы спокойно приспосабливаемся. Но когда ее интерпретируют там и добавляют что-то, то есть возникает вот такая коллизия и ажиотаж. Я сейчас внимательно смотрю прогнозы, которые делают корпорации. То есть, это очень интересный момент, как бизнес прогнозирует следующий год. И они, в обращении, они подстилают соломки, потому что у них есть акционеры, которые будут их спрашивать за результаты. Конечно. Что вы в следующем году собираетесь делать, тоже вопросы задают им. И вот бизнес практически весь единодушен. Следующий, 21-й год, будет продолжением 20-го года по финансовым результатам. Вакцинацию никто не верит. Это практически тотальное неверие. Потому что вот даже сегодня прозвучало, что у нас в Татарстане вакцинация только основных групп риска технологически пообещали завершить, но там к концу марта пообещали. Но это только основные группы риска. Это если еще вакцины хватит. Да, если еще хватит вакцины. То есть, по поводу... Здесь просто даже не понимается вопрос, эффективна вакцина, неэффективна. Это там связанные с ней вопросы. А вот тот же самый Pfizer сейчас мучается из-за того, что у них там вакцина, там минус 70 градусов, транспортировка. То есть, там логистика, производство. Столько проблем встает, а надо же миллионы доз произвести. Десятки миллионов. И вот весь бизнес говорит, что следующий год будет такой же хреновый, извините за выражение. А уж нормальных слов нет. Это нормальный слух. Да. Как вот 20-е. Вы согласны с таким утверждением? То есть, короче говоря, уважаемые эксперты, давайте вот, Михаил Михайлович, вот просто вот так вот по линеечке пройдем. Мы, кажется, более-менее определились с тем, что мы прошли, через какие препоны, угрозы, не все еще минули, естественно. Теперь Новый год настает там и так далее, да? Песенки такие, да? Вот теперь для наших зрителей ваши экспертные оценки или прогнозы, или предположения, да? Давайте побудем футурологами на год, да? Калифа на час, футурологи на год. Каким будет? Вот мы сейчас обрисовали примерно еще раз друг для друга, для наших зрителей зрителей картинку того, что было. Что из этого проистечет? Каким будет следующий год? Где мы можем выиграть? Где нас еще ждут какие-то дополнительные угрозы, страшилки? Вот нехватка вакцины – один из аспектов. Дальше пойдет качество, последствия, побочки и так далее. Михаил Михайлович, давайте с вас. Если, скажем так, вирус останется примерно тем, которым он есть, у нас, скажем, неприятных сюрпризов в плане каких-то еще более страшных карантинов вроде как не ожидается. Но вот с прогнозами по поводу того, что будет продолжаться 20-й год, я немножко соглашусь, просто потому что действительно должно пройти достаточное время. Я точно уверен, что будут появляться новые сервисы, новые предложения для людей, которые находятся и на самоизоляции, и которые находятся дома на удаленке, для студентов, которые находятся на обучении. То есть будет развиваться вот этот сектор новых услуг, что называется, прямо у тебя в телефоне. И еще одна вещь, которую я все-таки скажу, я наблюдаю сейчас среди студентов, это точно будет некоторое разделение общества на тех, кто за оффлайн и тех, кто за онлайн. Это уже сейчас заметно, потому что есть периодически, ну давай созвонимся, нет, давай встретимся, ты надоел уже, нет, нет, а что такого, давай онлайн свяжемся. И вот это все больше и больше, какое-то будет такое разделение. Что с этим, то есть приведет ли это каким-то двум новым формациям человечества, я не знаю, но я готов по этому поводу еще долго думать и считать, что это будет фактом. То есть, а можно, по вашему ощущению, каких все-таки больше? За возврат к оффлайну? Пока больше за возврат. Абсолютно точно. За возврат к оффлайн точно больше. Я тоже за возврат к оффлайну. Ну как так? Ну, недавно смотрю там венский вальс какие-то, да, ну вот этот знаменитый программ Андрей Рье, по-моему, да, его зовут дирижер, скрипач, который пропагандирует популярное искусство. Роскошный зал, все танцуют, зрители сидят, там как обычно это все, они такие, такие, какие они просто сочатся эмпатии. Я вдруг представил, что вот эти вот три сотни пар в масках, в масках. Вы не маскарадные медицинские, да? Да, но в медицинских масках, естественно, что людей растолкали в шахматном порядке, что по периметру стоят полицаи и ждут, кого бы там огреть дубинкой, если он не туда шахнет. Пистолет. Какой онлайн, ребята? Обнять человека нельзя. Ну как? При всем уважении к информационным технологиям и будущему, с которой за цифрой. Вот мы, вот я уже боюсь к Марату Рашидовичу подойти, нарушить социальную дистанцию. А ведь подходил. Да, конечно, вот мир, он изменился, и, конечно, вот это все, оно не уйдет. Вот, не надо сказать, что вот на следующий год, мне хочется сказать, что вот вторая половина следующего года, мы вернемся вот в прошлое, как раньше будет. Все как будет, как раньше, да? Нет, не будет, конечно, потому что я думаю, что несколько лет, вот два-три года, вот этот фон, он будет продолжаться. Я надеюсь, что все-таки это будет уменьшаться, и где-нибудь, действительно, во второй половине года, вот я надеюсь поехать на какую-нибудь конференцию, вот где-нибудь, скажем, в октябре, в ноябре, там, да, вот я надеюсь. Вот, вот этот вот тест, я говорю, да, вот, что я поеду на какую-то конференцию, и поеду вот в ноябре в экспедицию, вот, как я хотел бы, в какую-нибудь Южную Америку, там, вот. Класс. Загадывайте, чтобы было, что-то такое, да. Вот, что-то такое, да. С экономикой, с вашей точки зрения, что все-таки, что нам, что ждет? Экономика, она приспосабливается, вот, то, что вы говорили, вот, американская экономика, да? То есть, если бы она приспосабливала ее, банкротств вообще бы не было. Нет, 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 вот это был некий шок. Это был шок, это же был шок, да? Почему, скажем, другие экономики развитые, они пострадали, потому что, Марат Рашид, правильно говорит, там очень много вот этого сектора маленького сервиса, малый, средний бизнес. А из-за того, что у нас его, как бы, ну, процент очень маленький, мы поэтому и не пострадали. А госкомпания, что там, это же, как бы, тут там страдать нечем, в общем-то, в принципе. Ну, слушайте, вы так же за госкапитализм сейчас очень ярко выступили. Нет, ну, это же понятно, в общем-то, я же показал. То есть, вот, если бы у нас был большой объем, вот, вы и в индексах производства показали, да? У нас безработица вроде выросла, а индекс-то остался. Остался, 2% упал по сравнению с 2018 годом, да? Это почти не как раз. Выросла производительность труда. Да, выросла, да. То есть, это показывает, что либо у нас, вот этот вот частный, средний, малый бизнес, он совершенно неэффективный. Нет, он еще сказал, что он это сильно влияет на экономику. Он большой, но влияет, в людях он довольно большой, да, а вот влияние его на экономику, на индекс, очень низкое. Вот это, ну, это, как бы, из-за этого и произошло. Поэтому, я думаю, что в России ничего особенного ужасного не будет. Суна на нефть будет, как расти не меньше 40, она не будет, как бы, да, то есть, все уже, мы вышли из этого, как бы, из-за ловушки, по сути дела, да? Она может вырасти, если вот ОПЕК договорится, она может вырасти до 60, там, долларов, там, нормально, да, будет. И она примерно такая и будет. Да, то есть, в принципе, я думаю, что, я думаю, что США приспособится к этому делу. США очень большие средства опустило. А так не приспособится? Так не приспособится, конечно. То есть, а деваться куда? Будем сыты, короче. Да, все, то есть, конечно, уровень налогов, как бы, упадет, да, то есть, то, что мы получали раньше. Да, поступление, да. Да, поступление, но это, опять-таки, зависит от государственного регулирования, там. Мы, так сказать, доля от нефти государственная достаточно большая, поэтому все это будет регулироваться. Рад расчет. А теперь это как на самом деле. Да, как на самом деле. Дело в том, что, вот, вы знаете, мы же начали дискуссию насчет цен. Цены растут, и вот кто-то говорит, это плохой индикатор, а я как экономист говорю, это хороший индикатор. Нет, индикатор-то хороший, явление-то хорошее или плохое? Цены, если растут, для экономики в целом это показывает, что растет спрос. Понимаете? Это хороший тренд. То есть, экономический рост без роста цен невозможен. Он невозможен без инфляции. Тут я согласен. Нет, инфляция, я еще раз говорю, это неизбежный процесс. А? Нет, я еще раз говорю. Риспорожения лишаются. Нет. Цены растут. Это означает, что стимулируются новые решения, новые товары, экспорт, импорт, все. А если просто сокращаются производства? А какого анаполий? Не, не, не. Вы не понимаете самого главного. Ее продают, значит, кто-то может купить. Вот посмотрите, в чем разница цен. В ряде стран цены начали падать. Почему они падают? Они падают из-за того, что никто не может купить. Посмотрите, вы знаете, что самое любопытное? Сейчас какое количество купили бытовой техники в декабре? Вы просто не представляете. Вот вы говорите экономистический рост. 24% рост в физическом объеме. Посмотрите другой момент. Вы знаете, хочу сказать. Я экономист. Есть очень важный показатель благополучия. Это, конечно, банковские вклады. Они изменились сильно? Сильно не изменились. Понимаете? И вот на основе этих... Я же говорю факты. Вы можете их интерпретировать. Это вот... Каждой волей на это в этом. Но я хочу сказать, что... И третий момент. Промышленность Татарстана, она в основном нацелена на промышленность. То есть промышленность для промышленности. Не на конечное потребление. И оно, честно говоря, поэтому и независимо. И третий важный фактор. То, что у нас собственное сельское хозяйство. А это означает, что те цены и все остальное мы можем регулировать. Но, честно, я не сторонник этого. Наоборот. То есть мы столько сельхозники вкладывались для того, чтобы получить результат. И сейчас только у них нормальные цены. И сейчас они получают по шапке. Это ведь то же самое, что с ценой. Вот пока цена низкая, падают инвестиции. В добычу, в разработку. И последнее, вы знаете... Она поднимается. Если взять общую статистику, всегда общее мировое оживление начинается с роста цен на нефть. Поэтому я хотел вот закончить этим. То есть на самом деле ситуация очень плохая. Но, на мой взгляд, экономика в целом приспособилась. Уже. Да. И люди, несмотря ни на что, тоже приспособились. И поэтому я не думаю, что дно мы еще прошли. Но прогноз, исходя из этих косвенных индикаторов, он это неплохой. Конечно, я еще раз хочу сказать, что экономика, она идет шкряба и дно. Это означает, что социальных проблем нам не избежать. Понимаете? Потому что вклады-то они не просели у тех, у кого были вклады. А у кого не было вкладов, соответственно, они... У них и не просели. Да. Но в том случае, еще раз говорю, если у государства подушка, если оно поддержит вот эту, скажем, критическую часть населения, то у нас есть все условия для того, чтобы выстоять в этой ситуации. Так. Оптимистические вообще-то достаточно, да, заключения. Будем покупать. Тут, конечно, есть группа товаров. Есть группа товаров, которые люди будут покупать до последнего, пока не умрут. В холодильнике? Нет, кушать-то надо. Нет, но это не холодильники. Что касается бытовой техники, Барат Рашидович, ну, вы экономист, я почти экономист. Мы же с вами понимаем, что существуют разные способы сохранения знакомых. Но в любом случае... Когда рубль к доллару, извините, падает с января по октябрь, сейчас немножечко приподнялся, на 20%, люди думают, не купить ли мне еще холодильник? Ну, посмотрите... Этот рубль завтра вообще будет в фу! Хорошо, хочу сказать, следующий важный показатель инвестиционной готовности – это цены на недвижимость. Посмотрите, какие сейчас... Растут, растут. Я думаю, что их покупают не на последние деньги в таком объеме. Нет, 200 миллиардов своих денег принесли вот за полгода. Хуснулин буквально три дня назад, по-моему, на «России-24» выступал. Там прекрасный, хоть что-то, вот я рад за наше правительство и конкретно за Марата Хуснулина. Вот эта вот идея с льготной ипотекой, социальная ипотека, она прекрасная идея, она держит драйв в капитальном строительстве, в сопутствующих отраслях. Побольше бы таких решений, нам бы поменьше пришлось о чем дискутировать. К сожалению, их мало, таких удачных решений на общестрановом уровне. Спасибо вам огромное за то, что попытались вселить тех, кто вас смотрел и слушал, толику оптимизма. Без этого вообще жить невозможно, правда? Не только экономика всегда живет ожиданиями. Ну да, да, да. И мечтой. Да и человек-то живет ожиданиями, а вдруг я встречу новую любовь, а вдруг я выиграю в стол АТО. Но, а, да, да, ну как без ожиданий. Но, вопреки, ну, Альберт сразу согласился, что он будет адвокатом дьявола, поэтому он задавал исключительно неприятные вопросы и пессимистически. Наоборот, он очень правильный. И пессимистический, и не пессимистический. Я так скажу, вы меня в чем-то даже переубедили. Вот, пессимистические какие-то прогнозы сделал. Но, вот сейчас еще я попрошу последнюю картинку, покажите нам место новогодней открытки. Антипод, антипод Саксо-банка. Вот Морган Стэнли сделал свой прогноз. Посмотрите, какое они нам обещают стремительное восстановление. И не только восстановление, но имеется в виду глобальная экономика в мировом масштабе. То есть, они тоже преисполнены оптимизмом, они тоже живут ожиданиями. Ну, есть ожидания, да, самосбывающиеся прогнозы, самосбывающиеся ожидания. На что настроиться? Если мы настроимся на то, что надо жить, надо сбивать это молоко для того, чтобы попытаться превратить его в масло и вылезти из узкого горлышка, куда мы тут все угодили, благодаря непонятно чему, скажем, коронавирусу, то все будет хорошо, уважаемые зрители, телевизионные зрители, зрители каналов YouTube и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо всем огромное за внимание, спасибо вам, уважаемые эксперты, еще раз за участие, с наступающим вас Новым годом. И будем надеяться, что лучшие ваши предсказания, лучшие, я имею в виду самые оптимистические, непременно притворятся в жизнь, как раньше говорили, да, решение партии в жизнь. Спасибо большое. Спасибо.